Чемпионаты первенства ДФО по кикбоксингу завершились в Хабаровске. Более 130 бойцов со всего округа сражались в разделе «Фуллконтакт». В честь Приморского края защищали 43 спортсмена. По итогам соревнований наша сборная выиграла 11 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей, тем самым заняв первое место в общекомандном зачете. Приморцы обогнали Хабаровский край и Республику Саха, которые взяли второе и третье место соответственно. Как отметил президент Краевой Федерации Виктор Тарабарин, чемпионаты первенства не только принесли важные награды, но и путевки в окончательный состав сборной Дальнего Востока, которая, к слову, в апреле будет участвовать в чемпионате и первенстве России. Иностранные спортсмены приедут во Владивосток с мастер-классами по американскому футболу. Местная и единственная в городе команда по этому виду спорта «Дикие панды» ждет в гости на своем тренировочном сборе сразу двух футбольных коллег. Первым на Дальний Восток приедет американец Джек Айвенс, который также известен во Владивостоке как участник музыкального фестиваля «Вирокс». Он дважды становился чемпионом Вирджинии среди старшеклассников, а также несколько лет выступал за одну из сильнейших команд национального дивизиона – сборную университета Джеймса Мэдисона. А более плотной работой с «Дикими пандами» займется другой специалист – француз Майкл Лоран, который входил в тренерский штаб сборной России во время игр в квалификации чемпионата Европы. Кроме работы со спецкомандами, линией нападения и квотербэками, Майкл поможет с тренировочным процессом и нашей женской команды. Сами же сборы у «Панд» пройдут с 1 по 3 апреля. Международный детский футбольный турнир стартует во Владивостоке. Юношеские соревнования стран АТР соберут в приморской столице шесть команд из игроков в возрасте до 18 лет. Футбольные баталии пройдут уже во второй раз. Впервые турнир провели в 2016 году, после чего решили сделать межнациональные игры традицией. Приезд к нам и участие в соревнованиях мальчишек из ближайшей Азии добавили конкуренции, борьбы интересных матчей. И вновь в март, и вновь в Владивосток, и к нам опять приезжают команды из Дальнего Востока, а также Китая и Южной Кореи. Питание, проживание, экскурсионные, образовательные программы – все это будет предоставлено для наших гостей в полном объеме. Стоит отметить, что российскую сторону на турнире представят четыре команды – два состава «Лучи энергии», «Хабаровский СКА», а также детско-юношеская футбольная школа из Нерюнгрии. Сами соревнования будут идти целую неделю на базе кампуса ДВФУ. Старт первых матчей намечен на 25 марта. Максим Яков, Лев, Новости спорта на восьмом.